Ходят слухи, что если ты поставишь лайк под видос и подпишешься на канал, то твоё лето пройдёт очень ярко и запоминающе. Ну а если не поставишь лайк и не подпишешься, советую не проверять, что будет в таком случае. Ну и конечно же помни, самый клёвый комментарий выиграет путёвку в наш следующий ролик. Короче говоря, моя летняя подработка. Шёл первый месяц наших летних каникул, и мы с другом проводили его, как каждый уважающий себя школьник. Целыми днями сидели перед телеком и играли в игры. Этот день не был исключением. Правда, почему-то сегодня у меня совершенно не шла игра. Я всё никак не мог победить, хотя старался и потел изо всех сил. Только это не я. Вот я. Меня зовут Вадик, и уже целых три часа я не могу победить Колю. Йо-хо! Я снова победил тебя, Вадик! По итогу сегодняшних боёв, счёт становится 44-0 в мою пользу! Я не понимаю, как это. Так стараюсь обоиться, как будто не слушаются меня. Ты просто неудачник, дружок, потому что чемпион тебя в очередной раз одолел! Трибуна ревёт! Анатой свистят! Девочки машут руками, чтобы поздравить победителя! О, нет, он опять. Настало время моего! Только не это. Какое время настало, Вадик? Только не время победного танца чемпиона. Верно! Время победного танца чемпиона! Пока в 44-й раз я смотрел на Колин танец чемпиона, я задумался, куда катится моя жизнь. До сегодняшнего дня я был неоспоримым чемпионом и постоянно побеждал Колю во всех играх. Но сегодня что-то пошло не так. Организатно мне в глаза бросилась одна маленькая, но очень важная деталь. Коля, ты что, дал мне выключенный джойстик? Что? Вадик? Да как ты мог такое подумать? Ты хочешь сказать, что я жульничал? Посмотри на индикатор, он не горит. А это значит, что джойстик не подключён. Ну, я не знаю. Ах ты жульник! Что? Ты сам сейчас специально отключил джойстик, чтобы обвинить в этом меня и обращать мою блестящую победу. Не надо оправдание, Вадик. Ты просто не умеешь проигрывать. Я даже не хочу. Всё, я не хочу ничего слышать. Всё, утомил ты меня. А теперь за победу и в качестве моральной компенсации я требую денежного заграждения в размере 1000 рублей. Денежное в это рождение. Коля, у меня нет денег. Как это нет? Всегда же были. На самом деле у меня было немножко деньжат, но мне не хотелось их отдавать, потому что Коля и так постоянно одолжил у меня различные суммы и ни разу за эти годы не вернул ни копейки, что привело к тому, что сейчас я жду на последние рубли. Да и к тому же его нечестная победа разозлила меня настолько, что эмоции начали вырываться наружу. Ни копейки я тебе больше не дам. Все эти годы я только и слышу. Вадик отдал 600 на мороженое, Вадик добавил на шоуруму, Вадик у меня носки порвали только не на новые и ни разу не вернул. Знаешь, сколько ты мне должен за всё это время? Эй, брось, Вадик, ты же не считал полную сумму? 13 тысяч 657 рублей 50 копеек, Коля. Так вот, я требую эти деньги немедленно. С ума сошёл? У меня нет таких денег, где я их возьму? Мы стали ругаться. Я знал, что Коля мне всё равно ничего не вернёт, но мне было обидно, что он так несерьёзно к этому относится, как будто платить за него это в порядке вещей. Я хотел восстановить справедливость и пристыдить Колю, но вдруг мне пришла идея. Всё, всё, закончили спор, есть идея. Вот и отлично. И какая же? Забудемся и обнимемся? Нет, хватит сидеть на диване и играть в игры. Сейчас лето, много свободного времени, а значит можно найти подработку и заработать денег. Коля? Что ты сейчас сказал? Я не услышал. Давай найдём работу на лето. Прости, я тебя снова не услышал. Повтори ещё раз. Давай найдём работу на лето. Нет, по-прежнему ничего не могу услышать. Прекрати, Коля, ты всё прекрасно слышал. Работать с летом, Ватик, ты в своём уме. Лето создано для отдыха, а не для работы. Никуда я не пойду. Так, либо ты ищешь со мной, либо я заставлю тебя силой. Ну, удачи тебе. Ну и ладно, без тебя справлюсь. Мне срочно нужно поправлять свою финансовую ситуацию, и я решил, что без друга мне будет даже сподручнее. Сам устроюсь на отличную работу и заработаю свой первый миллион. Только вот где искать эту работу? Из тех, кого я знаю, единственный, кто мог бы мне помочь, это Андрей, брат Коли. Он вроде бы работает каким-то начальником. Значит, наверняка сможет устроить меня к себе в компанию. Обязательно подпишись и включи колокольчик, чтобы не пропустить продолжение, которое выйдет в среду в 10.00 по московскому времени. Прошла уже неделя с того момента, как моего друга забрали в армию. Без чижа мне было очень грустно. Я постоянно звонил ему в надежде, что чиж поднимет трубку, но он не отвечал. Я так скучал по чижу, что даже распечатал его лицо и приклеил к спящему брату. Но Андрей только испугался, а потом и вовсе заставил съесть чижа. После хорошего перекуса я понял, что пора найти нового друга. Подготовил объявление, расклеил их по всему подъезду и стал ждать, когда ко мне придут на кастинг. Первый участник не заставил себя долго ждать. Радостный я открыл дверь и увидел бабку Зинку. Я провел ее в комнату. Так, и что вы умеете, баба Зина? Что? Споете песню, может, или станцуете. Я вообще-то за солью зашла. Бабуля, чтобы стать моим другом, перестаньте думать и идти. Это был главный минус чижа. Но бабуля почему-то разозлилась и схватила меня за ухо. Не знаю, что ты от меня хочешь. Но если ты сейчас не принятешь мне соль, я тебе ухо отрежу. С бабкой Зинкой спорить опасно. Поэтому я быстро выполнил ее приказ и проводил до двери. Первый блинкомом, но я не стал отчаиваться. Спустя какое-то время кто-то снова позвонил в дверь. Это был Вадик. Привет. Я слышал ты ищешь нового друга. Я не хотел дружить с Вадиком. Он два раза чуть не подшел в мою квартиру. Вадик слишком опасен для меня. Да, Вадик, да. Я хочу найти нового друга, но не причину своей смерти. Так что до свидания. Этот Вадик кого-то мне напоминал. Пока я об этом думал, в двери снова позвонили. На пороге стоял усатый парень. Я стал спрашивать о его интересах. Оказалось, что он, как и я, любит бездельничать и смотреть мультики. Он мне понравился, поэтому я предложил ему свою дружбу. От счастья, у паренька отклеились усы. И тут я увидел знакомое лицо. Вадик? Я выгнал его за дверь. Поверить не могу. Он хотел обманом начать дружить со мной. Этому не бывать. Спустя время ко мне снова пришла бабка Зинка. Бабуль, что? Еще соли надо? Соли? А, да, соли. А у вас есть соль? Бабуля, что с вами? И голос какой-то странный. Вадик, опять ты что ли? Нет, я не Вадик. Я бабуля. Хватит, меня обманывать. Мне не нужен такой друг. Все, давай, уходи. Уходи отсюда. Достал уже. Вадик порвался внутрь и стал требовать соль. Нет, ты сбалился, Вадик. Я знаю, что это ты. Ты наркоман? Какой еще Вадик? Тот самый. Иди сюда. Помогите. Отрывай. Мои волосы. Так это вы были. Извините, вы просто очень похожи на моего одноклассника. Я сейчас все подправлю. Ну ты гадернешь. С бабулей неловко вышла. И во всем виноват этот Вадик. Где он? Там неудачи. Только не могу понять, кого мне напоминает. Привет. Я не за ним не вернулся. Есть что покушать? Я уже не мог сдерживать свою злость. И собирался выплеснуть ее на Вадика. Но меня опередил брат. Он стал меня ругать. Оказывается, Андрею позвонили из школы. И пожаловались, что я не делаю домашнее задание. Я надеюсь, что на завтра ты все сделал. Ну, я как бы... Да, он все сделал. Спасибо, что дал списать в поле. Возвращаю тетрадку. Да. А я уже собирался на тебя кричать. Извини. Спасибо, что прикрыл меня, Вадик. А ты, оказывается, не такой же плохой друг. Ладно. Давай попробуем быть с друзьями. Ура! Он был счастлив. И я был счастлив. Ведь у меня появился новый друг. Но тут брат увидел тетрадь. Не понял. А кто такой тупикен Вадик? Знаешь, Коля, поздно уже. Пойду я. Встань. До свидания. Стой, стой, куда ты? Ты прямо как Чиж. Ага. Так вот кого ты мне напоминаешь. А чему это ты радуешься? Давай быстро руки в жопу и домашку делай. Да пупик на домашку. У меня новый друг появился. Что ты сказал? Говорю. Говорю. Говорю, что сейчас быстренько сделаю домашку. Молодец. Гавнюк, что? До нового года оставалось еще пару недель. А я уже обсуждал с мамой по телефону свой будущий подарок. Мы разговаривали уже несколько часов, а я все никак не мог определиться. О, точно. Я хочу игровой ноутбук. Хотя нет, стой, стой, стой. Лучше новый мобильный телефон. Ну или лучше стильные спортивные очки. Спустя какое-то время маме это надоело. И она сказала, что просто даст мне деньги на подарок. Эта новость меня обрадовала. Скоро я буду принять, как и смогу выбрать что угодно. О, вау, крутая тачка. Эй, очкастый с тобой, все хорошо? Да, все хорошо. Скажу тебе по секрету, возможно, у меня скоро будет крутая тачка. Так что этот велик может запирать. Хм, он мне больше не нужно. Скоро я разбогателил. Ага, у него даже денег на ровку нету, тачку он крутую захотел. Смешно. Если у меня будут деньги, я куплю себе стильную одежду и смогу познакомиться с любой девчонкой. Эй, красотка, может познакомимся с тобой? Я тебя сейчас со своим кулаком познакомлю. Ой, да я вообще-то не тебе. Просто хочу немного помечтать, ты можешь не мешать мне. Решил поискать какой-нибудь подарок в интернете. Долго листал разные интернет-магазины, но никак не мог определиться. Внезапно мне на почту пришло сообщение от незнакомца, который предлагал купить у него крутые товары по очень низким ценам. Я сразу заинтересовался. Он мог продать все, что угодно, но акция длится только один день. Денег у меня пока не было, поэтому я решил отложить карточку брата. Куплю все через нее, а потом, когда родители подарят деньги, отдам брату долг. Этот человек скинул ссылку на свой интернет-магазин. И я не поверил своим глазам. Новый айфон там стоил в два раза дешевле. Я обрадовался и решил заказать подарки всей семье. Дверь позвонили, я пошел открывать, но там никого не было. На пороге увидел праздничный пакет. Я заглянул и обрадовался. Меня не обманули, там действительно были все мои заказы. О, очкастый, а это что за пакет? Я заказал всем нам подарки на Новый год. Что? Откуда у тебя деньги? Братишка, только не злись, я одолжил твою карточку. Что? Ты опигел? Да не горячись ты. Родители мне на Новый год подарят деньги. И я все верну тебе на копейки. А теперь возьми, это твой подарок. Бери, бери, не стесняйся. Спасибо. Хороший подарок. Я решил посмотреть свой подарок. Начал открывать новенький айфон. Что это такое? Это не новый айфон. А это, это что такое? Это, это разве дорогие швейцарские часы? Черт. Меня обманули. Очкастый, что за фигня? Где ты это взял? Мне написал какой-то парень в интернете. И я все это у него заказал. Да это же просто мошенники. Как ты мог поверить незнакомцу в интернете? Дурак. В это время брату позвонили. Это были родители. Его лицо со злости поменялось на испу. Хорошо, мама. Да. Слышишь, Эчкарик, что ты маме заказал? К ним пришла полиция с обвинениями, что на них адрес были заказаны наркотики. Что? Я просто заказал маме набор специй и приправ. Не знаю, что ты им заказал, но у них дома сейчас обыск. Ты просто молодец, Очкастый. Отдал все мои деньги мошенникам. У родителей дома полиция. Ну, я думаю, ты понимаешь, кто в этом году останется без подарка. Понимаю. Порадовал семью, называется. Я точно неудачник. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока!